О чувстве вины с переписки. Девочка задает вопрос, что такое чувство вины? Может быть, чувство вины это сигнал к действию о том, что я делаю что-то не так? И своим вопросом она мне как раз помогла сформулировать очень одну важную вещь. Что такое чувство вины? Чувство вины это сигнал вашей душе о том, что вы делаете что-то не так. Проживаете чужую жизнь, делаете не то, что хотите, говорите не то, что думаете. И от этого у вас возникает чувство вины. На примере того, как ваше тело заболевает от неправильного образа жизни. Если вы ведете неправильный образ жизни, неправильно питаетесь. Ваше тело сигнализирует вам об этом болезнью. Если вы ничего не исправите, то болезнь приобретет сначала хроническую форму, а потом клиническую. То же самое с чувством вины. Если вы не будете его убирать и отслеживать, откуда оно появилось, оно будет приобретать форму душевной болезни. И вот один отрывок я даже зачитаю. Это пишет эта девочка. Вот если болезнь мы искореняем, лечим здоровым образом жизни, а те, кто это делает таблетками, только усыпляет болезнь, то и по аналогии, если вина это сигнал, то как ее искоренить? Может быть, вина это и есть болезнь? И чтобы ее как-то излечить, нужно позаботиться о теле и духе, а не о том, как загладить свою вину, сделав, например, добрый поступок. Это как таблетка для усыпления. Вы замечали, многие люди, под добродетели своей, пытаются побольше животным, помочь больным детям и так далее. То есть они, знаете, за мир во всем мире. Может быть, у них просто болит своя душа, и они не могут ее излечить. И чувство вины, на мой взгляд, как раз и является тем показателем о том, что ваша душа болит, и вы не можете ее вылечить. Лично у меня уже года три нету чувства вины, но было. И я думаю, что это именно все так и обстоит. Я уже давным-давно не испытываю чувства вины, другим не советую, но так как я не даю советов, это уже на ваше усмотрение. Подумайте об этом.